Привет, друзья и гости моего канала. С вами Мария и моя доченька Анна. Всем привет! Сегодня мы вам расскажем историю этих двух мини-орхидей. Нам их подарили на 8 марта в светочном магазине, но они были в очень плохом состоянии, потому что они стояли у них на сквозняке, прямо около входа, и вот эта орхидеечка падала, летала у них с полок вниз. Мне ее стало жалко, я к ней подошла, начала говорить, что она такая красивая и так далее, меня услышали, в общем, мне отдали вот эту орхидею и вот эту орхидею. Причем бесплатно? Ну да, потому что они так бы погибли, они сидели во мхе, я думала, что у них еще и корни ужасные, вот, а когда мы приехали уже домой и стали их рассматривать, оказалось, что у одной из орхидеи кончик листа, он такой загноился, черный был, его пришлось отрезать. Также на стебельках тоже были черные точечки, тоже пришлось от них избавлять, а кто не видел, ссылочки на видео будут. Цветы и бутоны также были сухие, ну, в большинстве, по крайней мере. А вот корни, на удивление, были в хорошем состоянии. Да. Вот, при пересадке я отрезала, ну, немножко совсем нехороших корней, и начала удалять черные точки на стебельках. Вот у этой орхидеи. Вот. И вот у этой орхидеи. После того, как я зачистила всю черноту, я обработала в фитоспорине М, потом просушила, потом одну орхидеечку я замазала вот эту зеленкой, а эту я замазала Максимом. Вот. После того, как это все подсохло, я обработала эти места садовым мваром. И через какое-то время посадила их в новую кору. Я переживала очень сильно за них, потому что вот у этой орхидеи было два цветоноса. Вот. И один цветонос я обрезала. Вот. Что облегчило я немножко дальнейшее выживание, так скажем. Но второй я пока не трогаю. Не хочешь обрезать? Да. Я смотрю по состоянию. Вот эти вот, кстати, тут отвалилась три листика, тут отвалилась три листика. Они очень быстро, как-то в один момент стали желтыми. Прям вот, вот, можно сказать, я испугалась, думала, что погибнет и одна, и вторая орхидеечка. Вот. Но дело в том, что... Все хорошо. Все нехорошо. Я выгоднаю. Так, на сегодняшний день что я вижу? Я вижу подсох вот этот цветочек и вот этот бутончик. Но он сам потом отпадет. Вот. Один цветоносик я обрезала. И увядание, желтение листов я не наблюдаю. Она себя чувствует хорошо. Вот эта вот орхидея, которую я обработала максимом. Теперь посмотрим на вторую орхидею. Я думаю, что вот эти вот точечки, это все-таки от того, что она падала. Я так пришла к этому выводу. потому что тоже не желтеют листики. Не отваливаются. Чувствует она себя тоже нормально. И вот она вся в точечку такую. То есть это какой-то сорт такой интересный. Вот на листике там такая вот как бы точечка. Вот эту вот я обрабатывала зеленкой. И я очень сильно боялась именно за ее состояние. Мне казалось, что зеленка все высушит. Но если... Я так думаю. Теперь вывод какой можно сделать? Если рана небольшая на орхидеи, то зеленка просто высушивает то место, где мы обрабатываем. И в принципе дальше не идет. Конечно, нельзя там заливать зеленкой, потому что может пропитаться полностью этой зеленкой растения. И уже потом оно просто-напросто высохнет. Главное не переборщит и чувствовать свою растюшечку. Надо вот, ну не знаю, интуицию свою что ли слушать. Мама, а вот я же всем именно даю, всем орхидейкам. Ну да, даешь всем орхидеичкам. Я думаю, думаю, что этим, конечно, тоже надо дать, ведь они уже как бы члены нашей маленькой цветочной семьи, назовем так. И вот эту зовут, будут звать, я думаю, Снежка, Снежиночка, да? Ну давай, она же беленькая, красивая. А вот эту ее дают звать пятнышком. Потому что она в пятнышках. Это логично. Красивые имена. Да, лишь бы с ними больше ничего не происходило, не случалось. Вот, я им желаю удачи. Пусть растут и радуют нас. Ой, Мусечка наша пришла. Как обычно она любит смотреть, чем мы тут занимаемся. Ну, в общем, спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, это видео кому-нибудь поможет. И... Если вам понравилось видео, подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы вас очень любим и надеемся, что потом вас будет намного больше, чем 50 человек. Всем пока! Пока!